Зал манежа универсального спортивного комплекса Подмосковья забит до отказа. Все-таки соскучились болельщики по большим соревнованиям. Тем более местная команда «Газпромбурения» дошла до финала париматч Высшей Лиги Первенства России по мини-футболу. Все яростно поддерживают. И таких равнодушных нет. Все ожидают, конечно, победы только нашей команды, выход в Суперлигу. Ну а дальше тогда уже и команды молодежные, и команды дублеров, и все это наши будут воспитанники. Поэтому вот такие вот надежды и ожидания. Я сегодня пришел за щелковый, думаю, не выиграть. Напомним, в регулярном сезоне «Газбур» занял второе место в конференции Запада. В плей-офф дошел до финала, где соперником стала команда КПРФ-2 – дублеры коллектива из париматч Суперлиги. Финальная серия состояла из двух матчей. В первом, где хозяевами были КПРФ-2, наши уступили с минимальным счетом 3-4. Дома перед своими трибунами достаточно было выиграть в один мяч, при этом не дав сопернику забить больше двух. В начале игры хозяева принялись атаковать и создали несколько опасных моментов соперникам. Однако КПРФ-2 надежно оборонялся. Первый тайм команды провели в мощном сопротивлении. Счет был открыт только на 18-й минуте, и, к сожалению, гол забила московская команда. Болельщики не утихали и продолжали поддерживать Щелкова. «Газпром» же, ведя игру с преимуществом, попробовал отыграться, но пробить железную оборону гостей не получилось. Первый тайм так и закончился – 0-1. Надо сказать, что гости часто допускали грубость в игре. Одну красную карточку арбитр выписал игроку уже в первом тайме, а во втором за нарушение удалил с площадки вратаря гостей Георгия Замторадзе. И здесь зал на мгновение замер в ожидании, а затем болельщики неустанно стали поддерживать Щелковскую команду. Дмитрий Молчанов, вышедший на смену удаленного голкипера, сразу пропустил со штрафного. Сравняв счет, игроки «Газбура» заметно взбодрились. До победы обладание заветным кубком оставался всего один шаг. Но этот решающий гол Щелковцы так забить и не смогли, даже несмотря на замену вратаря пятым полевым игроком. Итог игры – 1-1. – Нужно здесь сказать о двух матчах, которые первый прошел недавно, буквально три дня назад. И мы его хорошо провели. И именно, наверное, один пропущенный лишний гол сказался на итоговом результате. Потому что нам поэтому ничьи не хватило. И сегодня цена вот этой ошибки, она была очень высока. Мы неплохо играли, я бы сказал, доминировали. Не так много сегодня было моментов, потому что очень все было напряженно. Но перед тем, как мы пропустили, у нас было два очень хороших голевых момента. Если бы забили мы и вышли вперед, я думаю, что ситуация была бы кардинально другая. Награды спортсменам вручили президент Ассоциации мини-футбола России Эмилия Алиев и почетный президент Семен Андреев. Так, Щелковский «Газпромбурение» взял серебро-париматч Высшей лиги первенства России по мини-футболу. И это стоит отметить весьма серьезный шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, когда команда стала бронзовым призером. Еще одна весомая награда в копилку достижений мини-футбольного клуба, который продолжает славные традиции любимого вида спорта на Щелковской земле. Анна Балиет, Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.